Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска, утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Во время работы за компьютером с большую вероятностью вы сталкивались с какой-нибудь ошибкой. Подобные ошибки возникают при различных системных сбоях и причин их возникновения тоже множество. Они же в свою очередь вызывают дискомфорт в работе, а иногда и вовсе останавливают ее. В этом видео мы разберем все возможные причины возникновения этой ошибки, а также рассмотрим все известные нам способы ее решения. Эта ошибка чаще всего возникает при очередном автоматическом или ручном обновлении операционной системы. Кроме того, вы можете увидеть окно с этим кодом и при запуске какого-либо приложения. Причины, которые приводят к такому поведению системы разнообразны, от банального хулиганства антивирусной программы до повреждения данных в системном разделе. Теперь давайте разберем их более детально. Первая причина, по которой вы можете наблюдать окно ошибки с данным кодом, это проделка антивирусной программы, установленной на вашем ПК. Антивирусные программы чувствуют себя хозяевами в системе и зачастую действуют совершенно по-хулигански, они могут заблокировать доступ в сеть для службы обновления и запретить выполнение программ. Решить проблему можно отключив активную защиту и брендмауэр, если таковой входит в пакет или совсем удалить софт на время произведения обновлений. Достаточно открыть антивирус и приостановить его работу, а также отключить брендмауэр. Подробнее о том, как отключить брендмауэр смотрите в одном из наших видео, ссылка в описании. Вторая причина возникновения ошибки – это неработающая служба VSS. VSS – это служба теневого копирования, позволяющая перезаписывать те файлы, которые в данный момент заняты какими-то либо процессами или программами. Если она не отключена, то некоторые фоновые операции могут выводить ошибки. С ее запуска открываем окно служб, воспользовавшись поиском. Здесь ищем службу теневое копирование тома и проверяем ее состояние. Если она остановлена, жмем правой кнопкой мыши по ней и выбираем запустить. Если в колонке состояние уже указано выполняется, нажимаем перезапустить, после чего перезагружаем систему и проверяем наличие ошибки. Третья причина, по которой может возникнуть такая ошибка – это сбой TCP IP. Большинство операций и обновления происходят с подключением к интернету с помощью TCP IP. Сбой в его работе может приводить к этой ошибке. В таком случае поможет сброс настроек протокола с помощью специальной команды. Для этого запускаем командную строку от имени администратора и пишем сюда следующую команду, а затем нажимаем клавишу Enter. После завершения процесса перезагружаем компьютер. Четвертая причина – атрибуты системной папки. На каждом диске в системе присутствует специальная папка с названием System Volume Information, содержащая некоторые данные о разделах файловой системы. Если она имеет атрибут, разрешающий только чтение, то процессы требующие записи в этот каталог будут выдавать ошибку. Чтобы исправить это, переходим к системному диску, тот на котором установлена система, открываем вкладку Вид, Параметры и переходим к изменению параметров папок. Здесь тоже переходим во вкладку Вид и отключаем опцию скрывающую защищенные системные файлы, снимаем эту отметку, затем жмем применить и ОК. Теперь ищем нашу папку, кликаем по ней правой кнопкой мыши и открываем свойства. Здесь снимаем отметку возле атрибута только для чтения. Обратите внимание, что этот квадратик не обязательно должен стать пустым, следующее состояние тоже подойдет, тем более, что после закрытия свойств именно эта отметка выставится автоматически. После настройки жмем применить и закрываем окно. Ну и следующая причина сбой при загрузке файловой обновления. В операционной системе Windows имеется директория с названием Software Distribution, в которую попадают все загруженные обновления. Если во время процесса скачивания и копирования произошла ошибка или обрыв соединения, то пакеты могут оказаться поврежденными. При этом система будет считать, что файлы уже скачаны и попытается ими воспользоваться. Для решения проблемы нужно очистить эту папку. Для этого открываем службы через системный поиск и здесь ищем и останавливаем центр обновления. Правой кнопкой по ней и остановить. Таким же способом завершаем работу из сервиса фоновой передачи. Затем переходим в папку Windows и открываем эту папку. Выделяем все содержимое и удаляем его. Для гарантированного достижения результатов необходимо очистить корзину от этих файлов. Сделать это можно с помощью специальных программ или вручную. Кликнув правой кнопкой мыши по корзине и выбрав очистить. У нас на канале есть хорошие видео о том, как очистить мусор с ПК, а затем перезагружаем компьютер. Шестой причиной данной ошибки может вызвать право доступа. Эта ошибка может возникать из-за неверных настроек право доступа к изменению некоторых важных разделов и ключей системного реестра. Попытка настройки этих параметров вручную может также оказаться неудачной. Поможет нам справиться с поставленной задачей следующая утилита. Поскольку по умолчанию она отсутствует в системе, ее нужно будет скачать и установить. Скачиваем утилиту сайта Microsoft. Создаем в корне диска C папку с названием программы. Запускаем скачанный установщик и в стартовом окне жмем Next. Принимаем условия лицензионного соглашения. Жмем кнопку обзора и в выпадающем списке выбираем диск C. Кликаем по созданной ранее папке и жмем ОК. Запускаем установку и по завершению процесса закрываем инсталлятор. Путь установки мы меняли для того, что в дальнейшем нам придется писать скрипты для управления реестром и в них будет фигурировать этот адрес. По умолчанию он довольно длинный и при вводе вполне можно ошибиться. К тому же там еще присутствуют пробелы, что подразумевает взятие значения в кавычки от чего утилита может повести себя непредсказуемо. Итак с инсталляцией мы разобрались переходим к скриптам. Открываем обычный системный блокнот и прописываем в нем следующий код. Теперь идем в меню файл и выбираем пункт сохранить кап. Тип выбираем все файлы, даем скрипту любое название с расширением бат и сохраняем в удобное место. Перед тем как применять данный батник необходимо подстраховаться и создать точку восстановления системы чтобы можно было откатить изменения в случае сбоя. Подробнее о том как создать точку восстановления и откатить систему смотрите в другом нашем видео ссылка как всегда в описании. Теперь запускаем этот файл от имени администратора и перезагружаем систему. Если этот метод не сработал следует создать и применить еще один батник следующим кодом. Также не забудьте про точку восстановления, и еще один важный момент если во время выполнения скриптов в командной строке вы видите ошибки доступа значит изначальные настройки реестра уже правильные и нужно смотреть в сторону других способов исправления. Следующая причина по которой может возникать данная ошибка повреждение системных файлов. Это те системные файлы которые отвечают за нормальное течение процесса обновления или запуска ряды для выполнения программ. В таких случаях можно только попытаться их восстановить используя системную утилиту для их восстановления. Запускаем командную строку от имени администратора и выполняем следующую команду cfc сканал. Инструмент cfc восстанавливает системные файлы которые не защищены от изменения в данный момент он работает даже при наличии серьезных повреждений из-за которых windows даже не может загрузиться однако тут все же потребуется наличие флешки с которой можно загрузиться просто чтобы перейти в режим восстановления. Еще одна из причин возникновения ошибки это вирусы. Вредоносные программы это извечная проблема владельцев ПК под управлением Windows. Эти вредители способны повредить или заблокировать системные файлы, изменить параметры регистра, вызвать различные сбои в системе. Если приведенные вышли способы не принесли положительного результата нужно проверить ПК на наличие вредоносных программ и при обнаружении избавиться от них. Ну и последняя из известных причин это ошибки на жестком диске. Также следует обратить внимание на возможные ошибки на системном диске. В Windows имеется встроенные средства по проверке и устранению таких неполадок. Впрочем можно воспользоваться и специально предназначенными для этого программами. У нас на канале есть хорошее видео которым поможет вам исправить ошибки жесткого диска. Смотрите по ссылке в описании. Ну и крайним средством исправления такой ошибки является восстановление системы или ее полная переустановка. Давать советы по профилактике данной неполадки довольно сложно, но есть несколько правил позволяющих минимизировать ее возникновение. Во-первых нужно обезопасить себя от вирусов. Во-вторых старайтесь не пользоваться взломанными программами, особенно теми которые устанавливают свои драйвера или службы или меняют параметры сети и системы в целом. Ну и в-третьих без крайней надобности и предварительного изучения процесса не изменяйте содержимое системных папок, параметров реестра и настроек операционной системы. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.